10% населения Казахстана не имеет доступа к централизованному водоснабжению. В основном это жители маленьких сел. Обеспечить питьевой водой эту категорию – одна из стратегических задач. Министерство индустрии и инфраструктурного развития предлагает использовать для этого комплексный локальный модуль очистки воды. Динара Жанбатырова продолжит. Уже почти год в семье Байманкуловых пользуются чистой питьевой водой. Завели воду летом, ванну, водонагреватели, вода питьевая, прогресс дошел до нас. Все люди, жильцы данной деревни, все довольны. Вода водовод поступает из этой 50-метровой скважины. После очищается. Такие комплексные блок-модули установлены в 52 селах Павлодарской области. Доступ к питьевой воде увеличился почти на 12%. Такой же механизм организации водоснабжения планируется внедрить во всех небольших селах страны. В таких живут больше миллиона человек. Везти туда магистральные водоводы – это просто сумасшедшая. Ни одного государства себе не может позволить, потому что это миллиарды, миллиарды денег. Мы предложили масштабно поставить блок-модули. Блок-модуль, он позволяет соответствовать санитарным нормам, давать воду, которая отвечает требованиям безопасности для населения. И пойти, если раньше просто скважины делали, помните, и люди должны были идти к колонкам, я говорю, давайте дальше пойдем. Это дополнительные затраты, но не такие большие. Каждому дому от этой скважины подведем и поставим счетчики. Центральное водоснабжение доступно 6,5 миллионам сельчан. Это 84% от всех жителей периферии. К концу года таких будет 88%. А еще через 4 года водопровод проведут в каждый дом страны. Такое обещание дал министр индустрии и инфраструктурного развития Роман Скляр. Он же добавил, что тариф будет единым. На его субсидирование предусмотрено около 13 миллиардов тенге. Отвечать за качество питьевой воды и в целом за систему водоснабжения на селе будет единый оператор. Мы сегодня практически исключим так называемых посредников. Сегодня если мы, значит, субсидируемая часть тарифа сегодня, да, она работает до границы населенного пункта в отношении нас, а дальше уже, как бы скажем, появляется посредник, который добавляет еще свои услуги, то теперь мы от источника забора до потребителя будет единый тариф, тем самым мы снижим и, значит, размер тарифа. Еще одна проблема. Очистные сооружения есть в 58 городах и с 86, но большинство систем фильтрации изношены почти наполовину. На их обновление и строительство нужно порядка 330 миллиардов тенге. Европейский банк реконструкции и развития готов профинансировать работы. Будут внедрены энергоэффективные технологии с возможностью производства биогаза и переработки ИЛА. Также субсидировать тариф, чтобы снизить нагрузку на население при реализации проектов государственно-частного партнерства. Это позволит полностью их модернизировать в городах в течение трех лет. В ведомстве пообещали реконструкция на тарифе не отразится. Основную сумму по будущему займу будут погашать горводоканалы. Государство субсидирует тариф. Глава правительства предложение Министерства индустрии и инфраструктурного развития поддержал, поручив ускориться и перейти от слов к действиям. Динара Жамбатырова из Булжамшитов. Итоги дня.